Приветствую моих подписчиков! Сегодня у нас в гостях Александр Лапшин, ну так же случается, что раз в месяц я приглашаю к себе персонажа, с которым мы разговариваем на тему, на темы абсолютно всякие, вы уже наверное привыкли к этому, начиная с экономики, кончая культуры и политики, потому что наверное, чтобы дать себе немножко передохнуть от насущных наших тем. И вот на этот раз я снова решил пригласить Александра Лапшина, блогера российского, израильского, украинского одновременно, который недавно вернулся из западного полушария. И вот у меня к нему такие возникли вопросы, и эти вопросы хотелось бы с ним обсудить, тем более, что есть о чем поговорить за последние случившиеся такие недели, которые я может где-то не обратил внимания. Здравствуй, Саша! Что там говорят на загнивающем нашем западе? Я имею ввиду о том, что происходит сейчас вот с этим Лачинским коридором, Арцахом. Ты наверняка там встречался со многими людьми, вот хотелось бы узнать, с кем конкретно ты встречался, что там говорят и говорят ли там вообще. Вадим, привет! Всегда приятно быть гостем твоей программы. Смотри, хотелось бы, конечно, сказать, что весь мир только и думает о Калачине, об Арцахе, хотелось бы, но, к сожалению, правда такова, что вообще мало кто знает, где находится Арцах, и довольно мало кто знает, где вообще находится Армения и Азербайджан. Далеко не все. Вот у меня была большая поездка на три месяца по Канаде, США, Мексике, Гватемалии и Сальвадору. Ну и плюс вначале у меня были еще Италия, Швейцария, Франция, это еще в мае. Было много встреч, было два конгрессмена, было шесть американских сенаторов, два мексиканских сенаторов. Были все крупнейшие правозащитные организации, то есть Human Rights Watch, Amnesty, Human Rights Foundation, CPJ, это вот Организация по защите прав журналистов. Было очень много встреч с армянскими диаспорами во всех этих странах, ну кроме, собственно, Гватемалы, где, насколько я знаю, армянской общины нет. То есть там, наверное, есть какое-то количество армян, а где их нет, да? Три семьи. Ну да, охотно верю, но вот так, чтобы прям община-община, ну нет, там такого нет. Что касается Армении и Арцаха, значит, естественно, что армяне диаспоры знают, что такое Армения и Арцах по понятным причинам, но, к сожалению, армяне диаспоры в силу самых разных причин сегодня относительно малоактивны. Причем я заметил, что чем больше община в определенной стране, тем менее активны в ней в целом люди. И чем община меньше, ну в некоторых странах, тем она более сплоченная. Например, армянская община в Мексике, которая по разным оценкам там от 200 до 600 семей всего, да? То есть это несколько тысяч человек от силы. На редкость община активна. То есть это люди, которые великолепно меня принимали, помогли с организацией встреч и с сенаторами, и с местными радио и телеканалами, и с местными журналистами. Я перебью, зато бразильская армянская община, она достаточно такая мощная, и при этом Бразилия голосует в пользу Азербайджана. Я имею в виду вот в ООН недавно. Ну, мы же прекрасно понимаем, что это плюрализм мнений. То есть понятно, что армяне по логике вещей отстаивают армянские интересы, но поскольку глобальные интересы Бразилии, как любой другой страны, они превалируют над интересами небольшой группы армян, то понятно, что в чём пользу голосуют. Из той же оперы мы сейчас и в Израиле нахожусь, но понятно, что местные армяне за Армению. Ну, кстати, всё, что касается израильских армян, это вообще, на мой взгляд, грустная тема. А как сейчас мы ещё вернёмся, я же сам недавно там побывал. Да-да-да-да-да-да. Вот. Ладно, вернёмся в Северную Америку. Да. Всё, что я мог везде, где я только мог рассказать об Армении, Арцахе, о преступлениях Азербайджана, я это делал. Меня удивляло и, скажем так, откровенно шокировало, что многие политики и многие общественные деятели и правозащитники, серьёзные группы организаций типа Human Rights Watch или Amnesty, с которыми я общался, мне приходилось с нуля вообще рассказывать, что такое Арцах и с чего там взялся этот конфликт, и кто там с кем вообще конфликтует. То есть, собственно, те, кто должны регулярно буквально сидеть на этой теме, ну, пусть не только на этой теме, но в том числе на этой теме, мне приходилось им с нуля рассказывать, что это вообще такое. Я понимаю, когда я, например, на интервью в Гватемале, в Сальвадоре и в Мексике рассказывал жителям Центральной Америки, что происходит, значит, в Армении, в Арцахе, что такое режим Алии в Азербайджане, они просто даже никогда не слышали, что это такое. Они не знали, как зовут президента Азербайджана, они впервые слышали слово Арцах. И, кстати, слово Карабах они тоже впервые слышали. Ну, это я могу понять, да. Но когда об этом не слышали, например, серьезные люди в США или в Канаде, или слышали, ну, что-то отдаленное и не понимали, в общем, что там к чему, кто на кого напал. Ну, например, разговариваю с одним из конгрессменов, но не буду называть его имя, потому что человек, мне кажется, хороший, вполне может поддерживать армянские интересы. Но этот человек у меня спросил, вот я всегда забываю, это Сталин Армении отдал Карабах или Азербайджану? Я все время забываю, то есть это Армения держит блокаду арца, карабахцев, или наоборот, Азербайджан держит блокаду, все время путают, то есть он забывает, кто там чего, кого блокируют, понимаешь? И человек говорит искренне, от всей души все человек неплохой. Но поскольку он слишком далек от этой темы, ему надо это вежливо, корректно разъяснять, он будет другом. Но вот эта работа должна вестись не отдельными какими-то активистами, вроде нас с тобой, а должна вестись на уровне МИДа, на уровне лидеров диаспора. Теперь, кстати, вот что касается диаспор. На уровне отдельных активистов, отдельных персоналей, скажем так, я повсюду получал поддержку. То есть люди в силу, скажем так, все, что они могли собственными силами организовать, они это делали. Но если мы говорим про крупные армянские организации, ANCA, как-то еще называют, ANCA, там еще второе есть, Армянская Федерация, я забыл, как она там называется. Короче говоря, вот все вот эти вот организации, но поддержки от них был откровенно ноль. Откровенно ноль поддержки. И вообще, общаясь, скажем так, с американскими армянами, я слышал такие отзывы, что эти крупные организации были очень активны и патриотичны в 90-е, 80-е годы. А теперь они больше заточены на сбор пожертвований, которые, ну, они тратят на различные мероприятия, различные манипуляции, суть которых не всегда понятна и не всегда очевидна. Вот, то есть, например, те армяне в Сан-Франциско, в Сеэтле, в Вашингтоне, в Нью-Йорке, там, в Хьюстоне, с которыми я общался, они мне все задавали вопрос, а что, ANCA вам не помогает? У них же такие связи в Конгрессе. Когда я говорил, что с ними бесполезно говорить, никакого фитбэка нет, они говорили вообще поразительно, потому что мы от них получаем постоянно письма с просьбами пожертвований. А в результате получается так, что приезжает Лапшин, и мы должны помогать тебе, а не те, кому мы платим, чтобы они тебе помогали. Ну, я говорю, ребят, ну, видимо, ну, как-то вам надо посчитать вашу бухгалтерию, куда уходят ваши деньги. Но в любом случае, это, скажем так, не должно быть предметом обсуждения среди евреев. На самом деле, скажем так, это сейчас армянский вопрос. В 16-м году, когда снова вспыхнула война там в Арцахе, я как раз был в Соединенных Штатах, это был апрель, и в Вашингтоне, вот у этого самого Анка, офис находится прямо рядом с Белым домом, буквально там за улицей, я хорошо помню. И я там созвонился, договорился по поводу встречи, по поводу всего происходящего на данный момент в Арцахе. Знаете, что мне ответили? У нас сейчас идет ремонт, давайте через месяц созвонимся и увидимся. То есть там в Арцахе, видите, или война, а у них ремонт. Сейчас пока они не до Арцаха, они там ремонтом занимаются. Ладно, ты говори, ты договори, я сейчас по поводу вот этих вот американских армян, у меня тоже есть отдельная реплика, я скажу тоже. В общем, что получается в итоге? Мне помогали отдельные персонали, которые не являются политиками, не являются какими-то общепризнанными активистами. Просто вот обычные люди мне помогали. Плюс мне помогали правозащитные организации, которые кормя на общинку отношения имеют. Грубо говоря, через своих каких-то коллег, друзей Amnesty и Human Rights Watch я получал контакты, например, каких-нибудь сенаторов. То есть вот так. Смотри, это большая печаль. Это большая печаль. Потому что, например, на встрече с сенаторами, на встрече с политиками, чаще всего я просто приходил один. Хотя, как минимум, вместо меня, а лучше со мной должны были быть армянские активисты. Иногда так и было, но чаще всего нет. Чаще всего всем было глубоко пофиг. То есть я приходил, и я как будто представитель Армении Арцаха рассказывал, с чего начался Карабасский конфликт, что такое режим Алиева. И под соусом того, что я сам был жертвой режима Алиева, был незаконно арестован, все эти пытки, погушения на убийство в бакинской тюрьме и так далее, под этим соусом я подавал тему Арцаха. То есть, грубо говоря, у меня есть два параллельных кейса. Это один мой личный против Азербайджана, моя личная история. И второй параллельный, это то, что касается Арцаха. Грубо говоря, мой кейс, он, я бы сказал так, чрезвычайно успешен во всех организациях, потому что он касается в целом прав человека и нарушения прав человека, прав журналиста. И тут еще тема антисемитизма. Ну, как бы это трагикомично не звучало, в Азербайджане пытали еврейского журналиста, чуть не убили. И это доказано судом. Я думаю, это уникальный случай в мировой истории, в современной истории. А вот параллельно, я бы сказал, есть такой донорский кейс, который, по идее, должен быть во главе угла, но он идет как бы вторично, и я с этим ничего не могу сделать. То есть я прихожу на встречи, как человек, пострадавший от режима Алиева, и разговор предполагается про меня. Но параллельно я пытаюсь толкать армянскую тему, и людям не всегда понятно, а зачем мне это нужно. Вот я часто, например, слышал от политиков, которые мне говорили, а зачем тебе вообще армянский вопрос? Ты армянин? Я говорю, нет. Ну, как бы, а что тебе, что тебе с этого? Как бы тебя попросили прийти сюда и нам говорить про это? Я говорю, нет. Наоборот, я просил, чтобы мне помогли с этой встречей. В общем, вот такой разброд и шатание. Но я могу привести в качестве примера, например, будучи в Сан-Франциско, там было довольно много встречи. Кстати, в Сан-Франциско мне небольшая группа местных армян, небольшая, реально помогла со встречами, я с ними ходил. и даже вот наш вот общий друг с тобой, Вадим, который меня принял прекрасно и чем мог, очень сильно помогал. В эти дни в Сан-Франциско проходили акции протеста американских евреев против правительства Бениамина Нитаниягу в Израиле. Это очень интересная тема. А я эти митинги застал как раз в Израиле. О, видишь, как хорошо. Но в Израиле это продолжается уже полгода. Мне было интересно, что в Сан-Франциско люди, ну, евреи диаспоры, грубо говоря, не находятся в США, ну, так же давно, как и там находятся армяне, грубо говоря, беженцы 15-го года, потомки, да. То есть люди, которые там живут в пятом, шестом, восьмом поколении. И я был удивлен, сколько людей приходило на эти акции протеста. Тысячи, то есть тысячи американских евреев в Сан-Франциско, в котором... Ну, это не самый еврейский город Америки далеко. Я вот сейчас в ходу не скажу, сколько там живут евреев, сколько армян, но это далеко не самый армянский, не самый еврейский город. Ну, может быть, там порадить... я бы сказал. Я бы сказал так, да. Но тысячи людей выходили на акции протеста против правительства Нитаниеву. Мы туда пришли с нашим общим с тобой другом, даже там пофоткались израильские флаги, армянские флаги и так далее. Это было очень прикольно. Ко мне подходили местные евреи, размахивая израильские флаги, спрашивали у меня, что это у меня на футболке написано Арцах и папик, и тантик. Спрашивали, а что это такое? И я им говорил, что ну, это символ, значит, Арцаха, Нагорного Карабаха, который сейчас в блокаде. И мне было очень приятно, что люди пожимали руки и говорили, да, мы видели по телевизору, мы где-то читали. И многие даже удивлялись, а почему там умирают люди, а почему никто не протестует, почему вот нас, допустим, политика Нитаягу не устраивает, и мы как евреи, мы, значит, заявляем гражданам. Это значит, что как раз-таки Нитаягу это друг Алиева. Ну, да, да, да. Были евреи, которые к нам подходили и говорили, политика грязная штука, что из-за Ирана, к сожалению, Израиль готов дружить и сотрудничать с любым барыгой, условно говоря. Вот. Но при этом все высказывали сочувствие и говорили, что большой позор нас, вот как евреев, что государство Израиль не признало геноцид армян. Вот. Но я не про это хотел сказать, скорее про то, что как хорошо организуются евреи, которые митинговали не только в Сан-Франциско, это просто я там попал в случайную демонстрацию, так совпало, да. Они митинговали в Лос-Анджелесе, в Сиэтле, в Вашингтоне, в Нью-Йорке, по всей Америке, они организовали какие-то акции. Я даже больше скажу, американские евреи, очень многие крупные американские еврейские организации, они против отмены виз в США для граждан Израиля. Тут надо просто напомнить немножко, о чем речь идет. В общем, уже много лет Израиль добивается без виза в США. И без виз должен вступить в силу с 1 октября вот этого года. В чем была там проблема? В том, что Израиль не впускает на свою территорию граждан США палестинского происхождения. Просто их не впускает, их заворачивают в аэропорту. А Америка подписывает без виз только с теми, кто, значит, имеет полностью открытый, такой же без виза режим в отношении граждан США. Поэтому у Израиля были проблемы. Сейчас Израиль, значит, устранил эту проблему, теперь договор уже подписали. Но вопрос заключается в том, что из-за акции протеста против Нитаниягу есть такое мнение, что если без виз наступит вперед правление Нитаниягу, то Нитаниягу запишет себе это как в бонус. То есть показать, смотрите, все мои предшественники не добились свободной гражды США, а я добился. И американские евреи в том числе заявляют, что ну не надо ценой вот этого популизма давать Нитаниягу второй шанс. То есть пусть эти визы не отменят никогда или отменят когда-нибудь. Это все не критично, не принципиально. То есть мощная гражданская позиция среди евреев США, евреев Канады и на фоне этого какая-то абсолютно пассивная, разрозненная позиция американских, канадских армян. Каждый сам за себя, все друг с другом перегрызлись, этот не общается с этим, этот не пойдет туда, эти не пойдут на акцию протеста, потому что туда пришел этот. Вот как-то меня эта вот ситуация огорчила, скажем так. Вот, а в целом поездка, я считаю, была очень успешной, было очень много интервью. Везде, где я мог пробиться сам, я везде пробивался. Я бы сказал, наверное, процентов 70 всех встреч организовал сам через личную переписку, через каких-то моих неармянских знакомых и процентов 30 помогли армяне со встречами. и также очень важный момент был эта помощь, которую мне оказали местные друзья и в Глендейли, и в Сан-Франциско, и в Нью-Йорке, и в самых разных местах. Ты знаешь, вот банально с жильем, просто когда ты приезжаешь в крупный город, тебе прицепит большая работа, тебе банально надо где-то жить. И с учетом того, какие там цены, а мне надо было ну хотя бы неделю, две недели провести в каждом из городов, чтобы успеть сделать все, что я планировал, то есть помощь этих друзей, наших с тобой общих друзей была просто неоценима. И на фоне этого как грустно смотрелось то, что в целом община разрозненная, армянские организации не помогают, а про скажем, официальные власти Армении лучше вообще промолчу. Знаешь, я тебе так скажу по поводу того, что община разрозненная. она действительно разрознена и по историческим мне, как мне кажется, причинам. Вот смотри, в прошлом году, ровно год назад, вот в это время, я бывал тоже в Сан-Франциско и там встречался с армянской общиной. Я не знаю, где ты там встречался, я встречался вот в актовом зале при храме. У них есть церковь в Сан-Франциско-Армянске и там у них рядом актовый зал. И вот там я встретился с ними. И к моему удивлению у входа в актовый зал, где-то справа там, я увидел хачкар, посвященный памяти жертвам убиенным в Сумгаите и Баку армянам. Такие хачкары я нигде не видел. Ну, понятно, геноцид, но Баку-Сумгаит я нигде не сталкивался. И меня это очень удивило. Я начал интересоваться об истории происхождения этого хачкара, поставили, по-моему, то ли в начале нулевых, то ли в конце 90-х, я уже не помню. И, как оказалось, там тоже сбоем это ставили. Для того, чтобы, оказывается, это армяне выходцы из Азербайджана по большей части ставили вот этот хачкар, но им нужно было взять разрешение у настоятеля вот этого храма. Сам же настоятель, будучи уроженцем то ли Ливана, то ли Сирии, не помню, он долгое время не соглашался, потому что он их убеждал, что нужно доказать, что были там жертвы. То есть, представляешь, армянин требует с армян доказательства, что были ли жертвы в Сумгаите и Баку. И вот им приходилось доказывать, чтобы тот только разрешил. То есть, я думаю, что вот эти вот американские армяне, которые много поколениями уже живут в Америке, или те, которые к ним уже примкнули из Ближнего Востока в 60-х годах, в 30-х, то есть, после геноцида армян, они больше помешаны на признании геноцида армян в Османской империи. То есть, все, что происходит в Арцахе, это как бы не их рубаха. Это как я так понял. Но, учитывая, что они даже не знали, что происходило в Баку и Сумгаите, то, что происходит сейчас в Арцахе, это, наверное, тоже для них как какая-то чужбина. Главное, вот наш вопрос, это геноцид армян 1915 года. Вторую историю расскажу. В Стамбуле в 15-м году, когда я был в Стамбуле, встречался там с местными армянами, это туркоязычные армяне. Они говорят на западноармянском диалекте, но это где-то там в семье. В основном они говорят на людях на турецком языке. И вот, когда я сидел с ними в кафешке, был один из народа Заза и два армянина с турецкими типичными именами и полутурецкими фамилиями. Там что-то вроде Бейли, там что-то такое в конце. И он у меня так очень искренне, по-доброму спрашивает, слушай, а зачем вам этот Карабах? Может, отдадите Азербайджану? Представляешь? То есть, я хочу сказать, что они далеки от этого всего. Есть, да, вот армяне, которые живут разрозненно, но тем не менее, у них вот генетическая память, вот, например, в Эфиопии, вот эти вот темнокожие армяне, с которыми я там встречался, там было очень интересно. По раорцах они мало чего знают тоже, а вот касаемо турок, они давно не летают турецкими авиалиниями, то есть, это для них табу, они не пользуются стыковками в Стамбуле, не потому, что они боятся, нет, они ничего не боятся, они как бы, это уже потомки тех армян, которых уже в живых-то нет, более того, что они еще и чернокожие, то есть, в них увидеть армян, это как бы очень сложно, да, и тем не менее, они вот из-за этой генетической памяти не пользуются стыковками в Стамбуле и вот этими всеми турецкими авиалиниями, то есть, армян вроде бы как много в мире, но в то же время они действительно разрознены и у каждого своя тема, какое-то свое требование, свой вызов к этому миру, ну, в общем, вот мне кажется, проблема армян в том, что вот эта вот дифференциация, то, что они не сплочены между собой, в отличие от азербайджанцев, вот у них есть диктатор, и они сплочены вокруг этого диктатора. У армяне, к сожалению, в этом вопросе более демократичный, что ли, чего и убивает эту нацию, мне кажется. Вадим, я могу такой интересный пример привести, на самом деле, у евреев что-то подобное есть. Вот, когда мы говорим про Холокост, надо всегда учитывать, что Холокост затронул европейских евреев, ашкенадских, а евреи, например, которые жили в США и даже более того, в Марокко, их это очень мало затронуло, можно сказать, не затронуло практически никак. То есть, понятно, что в Израиле Холокост, это тема, которая преподается во всех учебных заведениях, есть день памяти, день траура и так далее, то есть, это прививается, но надо тоже понимать, что для любого ашкенадского еврея, тема Холокоста это тема его семьи, потому что трудно найти ашкенадскую еврею. прежде всего. Толичная трагедия, то есть, в любой ашкенадской семье кто-то сгорел в печах Асвенцина, и в моей семье в том числе, а вот, например, семьи, ну там, из Марокко или из Египта, их это вообще никак не затронуло. Кстати, вот еще один интересный момент, я на днях был в Иерусалиме, в старом городе, в армянском квартале, мы встречались с патриархом, армянским патриархом, обсуждали с ним несколько вопросов, в том числе, имевшие место хулиганские нападения там на армян пару месяцев назад, и, естественно, вопросы Армении, Арцаха, блокады и так далее. Значит, когда мы шли с этой встречи, к этой встрече, я думаю, еще вернемся мы с тобой обсудим, значит, когда мы шли с этой встречи, мы увидели напротив здания министерства страны дел Израиля громадную демонстрацию эфиопов. Ну, как сказать эфиопов? Это эфиопские евреи, да, то есть в Израиле живет порядка 200-200 до 300 тысяч выходцев из эфиопии. Это не эфиопы как таковые, это так называемые, там есть несколько групп, это и флашмура, то есть это те, кто, значит, эфиопские, христиане, но которые соблюдают частично еврейские традиции, решили, что они евреи, и те, кто считали себя евреями, и те, кто, в общем, генетически не евреи, но решили, что пусть они будут евреи. Я, кстати, ничего против не имею. Я вообще считаю, что разбавление нации это очень хорошо. Тем более, когда эти люди, вне зависимости от их ДНК, являются большими патриотами Израиля и, возможно, гораздо большими, чем такие, как я, приехавшие из России. Это как мусульмане говорят, вот, если ты родился христианином или иудеем, и ты принял осознанный ислам, то ты будешь больше мусульманин, чем мы. Ну, наверное, наверное, так может быть. Так вот, что хотел сказать, огромная демонстрация, но я не буду говорить, что там были тысячи эфиопов, может быть, всего одна тысяча, я их не пересчитывал, но в чем был смысл демонстрации? Значит, как известно, в Эфиопии сейчас идет гражданская война с десятками тысяч погибших. Кстати, война, про которую в мире вообще никто ничего не знает, то есть там людей уже за эти полгода погибло больше, чем за весь армян-азербайджанский конфликт. Там уже погибло от 50 до 100 тысяч человек. В мире никто вообще про это ничего не слышал. Ну, это как бы отдельная тема. Когда мы, кстати, говорим, что никто не знает про Армению и трагедию Арцаха, вот, пожалуйста, в Эфиопии погибло уже в два раза больше, чем за все армяно-азербайджанские войны, и никому не делал, никто не слышал. Так что они митингуют? Они идут с плакатами, на которых, естественно, написано, там нет геноцида, там, народу Амхара, нет геноциду народу Арома, и несут плакаты, на которых изображен Муссолини с немецким крестом. И, если честно, я даже не сразу понял, что это Муссолини, потому что они его нарисовали, так как они его видят. Я его, как дучи, привык видеть немножко, как бы в другом виде. Я не привык увидеть во фриканизированном. Или они его изобразили чернокожим? Ну, как что-то такое непонятное, но потом, поскольку было подписано, что Муссолини, ну, понятно, что это было же Муссолини. Я подумал, вот они идут и несут этого Муссолини, причем со стороны непонятно, что это за человек такой, слегка темнокожий. Можно было подумать, что это какой-нибудь эфиопский лидер, но это был Муссолини. И вдруг я понял, что для эфиопов там Муссолини, это же их Гитлер. Потому что в Эфиопии немцев-то не было, зато там были итальянцы, которые гнобили эфиопов. И я вдруг понял, что изображая Муссолини, это примерно как мы изображаем Гитлера. И у меня там вышел интересный разговор с парой активистов эфиопских. Ну, я попросил объяснить, что там происходит. То есть, понятно, я плюс-минус знал, что там за война, но не все моменты я знал. Потому что, скажем, унесли транспаранты, там какие-то имена были. Я вот начала, кто эти люди? Но они объяснили. Это убитые журналисты, это убитые активисты, это политическая позиция в Эфиопии. Что тут такое? И тогда я спросила, почему вы несете Муссолини? Если вы хотите воздействовать, так сказать, на израильтян, то для них, для израильтян, Муссолини, ну, какой-то такой очень абстрактный такой лидер, который, кстати, евреям-то ничего плохого не сделал. Наоборот, Муссолини спас практически всех евреев. Ну, только уже в конце, когда немцы вошли со стороны Австрии, захватили север-Италии, они вывезли евреев в концлагеря, но в основном Муссолини не выдал ни одного еврея. Один фашист спасал евреев, другой фашист их уничтожал, получается. Ну, получается так. Но зато Муссолини уничтожал Эфиопов. Поэтому они мне сказали, ну, для нас Гитлер, в общем-то, ничего плохого не сделал. Знаешь, разговаривают два еврея, белый и черный еврей, да? Один говорит, а что Гитлер плохого? А, ну да, он, в принципе, евреев в Европе убивал, да, но нас убивал Муссолини. И вот это, знаешь, как говорят, два мира, два шапира. Мне, честно говоря, было очень... Да, мне, честно говоря, это было очень интересно. И, возвращаясь к армянам, да, действительно, получается такая вещь, что многие потомки армян беженцев 15-го года в Америке, в Европе, в Мексике, неважно где, действительно, их-то самая больная тема это потеря Западной Армении и геноцид армян. То есть Армения, как государство, вот в нынешних границах, оно к этим людям имеет очень абстрактное отношение. Потому что они бежали не из Еревана, и они бежали... Армении тоже. Такое же абстрактное отношение. Ну, получается так, да. Получается так. То есть, да, как бы они говорят, Армения наша родина, но за их словами не стоит чего-то глубинного. Ну, да, наша родина, потому что она Армения, да. Но в целом они не оттуда родом. Они родом из Арзурума, из Карца, да, из Боязетта. И то даже не они, а их там пращат. А их предки. Да, их предки. То есть, естественно, что они больше заинтересованы в борьбе за признание геноцида армян и привлечении турков к ответственности за геноцид, чем какой-то Карабахский конфликт, который к ним, ну, как бы имеет очень отдаленное отношение. С другой стороны, есть бакинские армяне в разных городах Америки, в частности, Сан-Франциско, для которых, ну, и ты, да, что мы, собственно, про Сан-Франциско, вот, пожалуйста, ты, для которых погромы в Баку и Сунгаиде это не пустой звук, к сожалению, это трагедия. Но, с другой стороны, для американских армян потомка бежев 15-го года, ну, Баку и Сунгаид, ну, что-то такое далекое, непонятное, не очень интересно. И вот такой раскол, он, к сожалению, существует. Как с этим бороться? Нужна, на мой взгляд, национальная идея. Должен быть какой-то стержень, который объединяет всех армян. То есть, вне зависимости от того, происходит твоя семья из Арзурума, из Еревана или из Баку, или из Парижа, или из Женевы, это не имеет, или из Мехико-Сити, надо понимать, что другой Армении не будет. Та, что вот Армения сегодня есть, это дом всех армян. И если это Армении не будет, то, можно сказать, армян не будет. Вот, например, я активно общаюсь и дружу с армянскими езидами, для которых происходящее в Армении это личная трагедия. Потому что они говорят, мы езиды, такой же древний народ, как армяне, но потеряли свою родину. У нас было большое царство, мы все потеряли. Потому что вот так же, как армяне, разбазаривали, так сказать, нашу, наши земли, мы потеряли нашу национальную идентичность, и мы потеряли нашу страну. То есть, они сегодня рассматривают Армению как одно из последних мест в мире, где они себя чувствуют комфортно. Но они говорят, но армяне себя ведут так, что скоро мы потеряем и эту землю. Так же, как и армяне потеряют. То есть, для езидов это большая-большая боль. Теперь, чтобы не помолиться святым своим местам, в Ирак, нужно еще в очереди за визой отстоять. И отстоять, и надо понимать тоже, что Ирак, конечно, это их историческая родина, но то, что происходит сегодня в Ираке, не дает никаких гарантий безопасности езидскому народу. Саш, хотелось бы, я вот недавно столкнулся с одним очень неприятным человеком из Соединенных Штатов, тоже армянин по национальности, и вот на его фоне хотелось бы еще с тобой поговорить и о других людях. Ведь тебе же там были не только люди, которые помогали, но и те, которые даже мешали. Что у тебя там произошло? Я знаю, что встречались некоторые персонажи, которые тебя даже кидали. Имена можете называть. Смотри, знаешь, жизнь учит ко всему относиться спокойно, да, то есть мы между собой можем говорить, что кидали, я обычно стараюсь выражаться более дипломатично, я говорю так, не поняли друг друга, да. Теперь о чем идет речь, да, о чем идет речь. Вот есть хорошее выражение на Кавказе и в Армении, и в Грузии, и в Азербайджане мужик сказал, и мужик сделал, это два разных мужика. И проведя довольно много времени в Армении, я понял, что мужик сказал, и мужик сделал, ну, то, что сделал, они в меньшинстве, обычно мужики только говорят. Скорее, я виноват в том, что, зная вот эту вот особенность, скажем так, закавказского менталитета, он не армянский менталитет, это такое, знаешь, закавказско-советский, он может быть и чеченский, я думаю, может быть и узбекский, хотя это не Кавказ, ну, скажем так, южный менталитет. То есть, когда люди мне сказали, что мы все организуем, поможем, встретим, поселим, нам только нужно, чтобы ты нам помог, вот, рассказал про твой личный опыт с Азербайджаном, рассказал бы, как бы устами иностранца, рассказал, что вот ты пережил, ты знаешь, я поверил, я поспешил купить билеты, в частности, в город Ванкувер, в канадский, вот я купил туда билеты, после чего люди благополучно слились, я прилетел в Ванкувер с невозвратными билетами, в общем-то, даже жить-то было негде, то есть, предполагалось, что меня там встретишь, что меня куда-то там поселя, я, соответственно, и не закладывал туда какого-то особого бюджета, то есть, в итоге, я приехал в Ванкувер, приехал, как говорится, на выжженную землю, приехал с абсолютно зря, то есть, я туда приехал не с целью отдыхать, развлекаться, там чудесная природа, но я приехал туда не за тему, у меня нет денег брать в прокат машину и путешествовать по Канаде, это не цель моей поездки, грубо говоря, я не с этой целью собирал донаты на эту поездку, чтобы тратить ее на развлечения, мне просто совесть бы это не позволило, поэтому, прилетев туда и столкнувшись с тем, что, ну, просто ничего нету, да, единственное, что я смог по-быстрому организовать, буквально вот на коленке, еще будучи в аэропорту, это интервью для местного русско-израильского радио, как известно, в Ванкувере, вот я для себя открыл, там живет 200 тысяч русскоязычных израильтян, 200 тысяч, то есть дофига, это вот в отдельном городе Ванкувере, да, радио Вера есть, кстати, очень хорошее радио, канадское русскоязычное израильское радио Вера в Ванкувере, я с ними связался, и они проявили интерес к моей истории, они про меня никогда не слышали, и мы два часа общались на радио, там были десятки тысяч, значит, и слушатели, и десятки тысяч просмотров, и в том числе я рассказал про Армению, про Арцах, я рассказал это, по сути, для канадской, еврейской, русскоязычной аудитории, это был неожиданный такой экспромт, и, честно говоря, я рад, что это вообще получилось, потому что, если бы не это, можно было сказать, что я зря приехал в Ванкувер, но, к счастью, впоследствии, буквально тоже на коленке я вышел на контакт с армянами в Сиэтле, там маленькая, но замечательная, сплоченная община, но маленькая, которая меня замечательно встретили, которая там помогла встретить. бакинских армян проживает в Сиэтле. Собственно, бакинские армяне меня там встречали, да. Если они смотрят эту передачу, я просто лишний раз хочу сказать, ребята, вы молодцы. Собственно, то же самое я могу сказать и по поводу наших друзей в Сан-Франциско, в Лос-Анджелесе, и в Нью-Йорке, и в других городах, и в Торонто, и так далее, и так далее. У меня подобный случай был тоже в Париже, когда звали, и когда, они, наверное, когда зовут, они думают, что я откажусь, а я взял так нагло и приехал. Они испарились. Так что, я понимаю. И ты знаешь, мне кажется, это нет, это не закавказский, не кавказский менталитет, это, мне кажется, больше какой-то ближневосточный. Потому что, я часто такое сталкиваюсь, вот на Ближнем Востоке такое очень часто бывает, у арабов даже есть таких два слова, букра, иншаллах. Когда они тебе что-то обещают, они говорят, завтра сделаю, если Богу будет угодно. Завтра с Богом, да. Да, но обычно это завтра не наступает, и Богу бывает не угодно. И вот я хочу к таким армянам обратиться, вы как бы освободите себя от вот этих вот арабских вот этих вот букра, иншаллах. Вы же все-таки, как вы говорите, первый народ, принявший христианство в основе массы своей, да, а ведете себя как вот такой вот типичный, не очень хорошем смысле Ближний Восток. Освобождайте себя от этого, без обид. Я тоже армянин, я имею право это вам говорить. Я понимаю, если вы, Саша, это сказал, он тоже представитель Ближнего Востока, но на него можно было бы обидеться, потому что он не армянин. А я как армянин говорю, освобождайте себя от такого. Не нужно никому чего-то обещать, если вы не в силах это сделать. Это нормально. Я тоже не в силах много чего сделать. Я обещаю только то, что я могу сделать. И то я говорю, я постараюсь при этом. Это так. Ну, по поводу наших вот вот этого вот темы, вот этого вот разговора, что были такие и такие армяне, я хочу сказать по поводу своего недавнего визита в Израиль. Много там тоже минусов. Честно говоря, я когда увидел агента МОСАД Александра Лапшина на фоне вот этого вот армянского квартала, как его зовут этого патриарха-то, Нурхан Манукян, да? Да, да, да. Он, кстати, не ваш коллега и не из этого же агентства, потому что когда я приехал туда, мне сказали, что он там разбазаривает армянские земли и продает каким-то там этническим евреям из Австралии. Ты знаешь, на самом деле правду мы, наверное, узнаем еще не скоро, кто за всем этим стоит. Одно можно сказать точно, что там все очень сильно политизировано, очень сильно все коррумпировано. То, что он продает еврею, ты знаешь, в Иерусалиме есть очень интересная тема. Кстати, патриарху упомянул эту тему, что, смотря, армяне, живущие в армянском квартале в Иерусалиме, они исторически как бы проживали в Иордании, то есть у многих даже до сих пор остались Иорданские паспорта. У большинства армян Иерусалима, ладно, давай не буду говорить большинства, потому что я не знаю 40% или 60%, допустим, у очень многих армян Иерусалима нету израильского гражданства, и у них до сих пор такой же статус, как и у палестинцев. То есть статус временного жителя там с правом на работу в Израиле, да, при том, что тоже поколение. Смотри, весь мир, за исключением США, Гватемалы, Гондураса, еще, как ни странно, Косово, не считает Восточный Иерусалим, то есть вот старый город, включая армянский паралл, не считает этой территории Израиля. То есть армяне там оказались между молотом и наковальней. Любые манипуляции, которые там проводят армяне, кстати, не только армяне, не важно кто, греки, не важно там, все, что происходит в старом городе, связано с недвижимостью, все тут же вызывает скандалы. Просто почему мы говорим про скандал с армянскими землями, потому что это касается армян. Если бы мы, скажем, были активны в вопросах греческой недвижимости, мы бы узнали, что там скандал на скандале, там греческие батюшки торгуют землями налево и направо. Мы немножко далеки от этой темы, но это не значит, что этого нет. Поэтому, что получается сейчас, чтобы не предпринял патриархат, он получает раздражение и от Иордании, и от палестинцев, и от других христианских конфессий, и от Израиля, и от международного сообщества, что бы они ни сделали. На самом деле, это все очень грустная ситуация. Там все продается и перекупается через десятки каких-то подставных офшорных компаний, кто там зачем в итоге стоит, это еще надо покопаться. Стоит ли за этим австралийский еврей или наоборот кто-то прикрывается этим, трудно сказать. Например, там была история несколько лет назад и тоже связанная с армянскими землями. Ну, не такая критичная, потому что сделки не произошло. Там была такая ситуация, когда продали какие-то земли на не старом городе, а где-то чуть-чуть за пределами Иерусалима, там зонки какие-то были армянские земли, я точно не вспомню где. Но оказалось, что компания, которая это покупала, через третьи, через пятые руки, это была турецкая компания Тика, это турецкая, даже не компания, это турецкая ассоциация, которая является, ну, скажем так, дочерней конторой при партии Эрдогана, Ржаптейбе Эрдогана, то есть исламской партии. То есть они через, скажем так, пятые, шестые руки выкупали у армян земли в Иерусалиме. То есть, представь, турки у армян, теперь почему эта сделка не прошла? Поскольку Израиль считает эту организацию террористической, может быть, уже и не считает, с турками вроде договорились там с Эрдоганом, так эту сделку заблокировали, и она не прошла. Потому что сами израильы... Ну, а так бы армяне продали бы земли туркам в итоге, да? Я не хочу сказать, что это сделал патриархат, я не знаю, кто это сделал, но это было, но, к счастью, это не произошло. Кто бы это не сделал, голова все-таки это патриарх, это голова. Неужели голова не знает, что делают руки и ноги? Трудно сказать, Вадим. Ты знаешь, мне трудно судить, потому что я не знаю. По поводу греков, вот я там что еще узнал. Несколько лет назад был назначен там греческий патриарх, я не знаю, он до сих пор действующий или там уже новый, причем этот греческий патриарх был таким антисемитом, он еще был в Греции известен как антисемит, и вот почему-то он был назначен, именно вот этот грек-антисемит. И даже грек-антисемит не смог удержаться от соблазна денег, и вот именно вот этот грек-антисемит и продал там несколько акров земли тоже кому-то, я не знаю кому, но продал, местным евреям. Ну, смотри, ты же понимаешь, что, скажем так, дружба... Я понимаю только одно, респект евреям, вот это я понимаю. Смотри, практически все иерусалимское, израильское духовенство, включая и христиан, и мусульман, и иудеи, они все в той или иной степени находятся под службой внутренней безопасности, которая называется Шабак. Значит, все, что происходит в Иерусалиме, это все, скажем так, контролируется вот этой службой внутренней разведки. Очень трудно, чтобы кто-то был назначен на какую-то там клирикальную, религиозную должность, мало-мальски значимую, без ведома израильской службы внутренней разведки. Я не хочу сейчас называть какие-то имена, к тому же я не знаю про какие-то персонали, но я знаю, что так было всегда, начиная с 67-го года, когда Израиль завладел западным берегом и восточным Иерусалимом. По-другому и быть не может. И вне зависимости от того, кем там был антисемитом, не антисемитом, если этот человек был назначен руководителем греческой церкви в Израиле, значит, он внештатный агент израильской службы в внутренней разведке. Антисемит-сионист. Сионист-антисемит. Ну, слушай, это же прекрасное прикрытие, потому что для обывателя, для человека, который антисемит, ну, как он может быть агентом израильской разведки? Так он быть не может. С нашей убывательской точки зрения, но обычно именно так оно и работает. А местных армян в этом, в Иерусалиме, местных армян я тоже назвал сионистами, потому что они же находятся там на холме Сион, квартал-то этот. Ну, ну, да. Вот поэтому я их и назвал тоже сионистами. Я тебе скажу, очень многие иерусалимские армяне, очень многие сотрудничают с израильскими спецслужбами, очень многие, при этом они могут кричать в интернете все что угодно, что евреи не признают геноцид, а при этом отовариваются, так сказать, у израильского шабака. Таких, кстати, довольно много. Ну, как в России, тоже с ФСБ сотрудничают армяне, нормально? Ну, ну, это все, как и еврейские раввины, ты не можешь занять там сколько-нибудь серьезную должность, если твоя позиция не будет одобрена соответствующими структурами. А поскольку Израиль имеет влияние близко к абсолютному над русалимскими святынями, да, как кто бы что не говорил, то понятно, что на такие должности не возьмут человека, который будет Израилю приносить вред и провоцировать какие-то там конфликты. Поэтому, знаешь, ко всему, что там происходит, я смотрю немножечко под другим углом, поскольку я представляю, откуда ноги растут. Я думаю, ты это тоже прекрасно представляешь. Поэтому вот на обывательском уровне, как говорят, вот евреи, пытаюсь что-то выкупить. Слушай, они там все одни миром мазаны, если честно скажу. Да. Хорошо, Саш, спасибо большое. Мы растянули немножко сегодня по времени. Спасибо за сегодняшнюю встречу и всегда ждем тебя у меня в эфире. Спасибо, спасибо, Вадим. Пока. Пока. Пока.